Более всего я сочувствую сегодня учителям. Сохранились учителя, получившие и образование, и просвещение в советское время. Они в растерянности, они не знают, как быть. Раньше с учеником беседовал, а теперь беседа заменена общением с чем? С компьютером. Компьютер — это железка. Я понимаю, что он должен быть в доме, потому что должны быть в доме молоток, пассатижи, компьютер. Но жить с пассатижами я не могу, например, как и с молотком. Но это такое же извращение, как жить с компьютером. И учителя действительно в растерянности. Они мне присылают, например, задачки, которые сегодня переведены с американских учебников. Почему? У нас замечательные были задачники. Конечно, не все предметы годились, и не все можно брать сегодня в наше настоящее, в наше будущее. Но почему вот такие стишки должны появляться в учебниках начальной школы? Один только стишок приведу в пример. Картинка. Скелет маленького мальчика лежит на дне озера. Это завлекуха. И стиш. Стихом это не называется. Это стиш. Если всей семьей купаться вы отправились в реке, не мешайте маме с папой загорать на берегу. Вот рифма особенно изыскана в этой ситуации. Купаться на берегу. Рифма. Далее. Не устраивайте крики, дайте взрослым отдохнуть, никому не приставая. Постарайтесь утонуть. Стихотворение для детей написано. Самое интересное, и я решил это зачитывать, это цитаты из письменных работ отличников ЕГЭ. Многие молодые люди сегодня стараются не знания приобрести, а научиться угадывать правильный ответ. Отличники ЕГЭ из разных письменных работ. Вот одна из отличниц написала следующую фразу. Французский язык наиболее распространен в европейской части Канады. А, и не все въезжают, между прочим. Метрополитен в Сия-Руси. Герой Малевича Черный Квадрат. Прибор для предсказания землетрясения и сексмограф. Представляете, бедное поколение, да, такое. Население Австралии делится на аборигенов и мирные. Это все разные люди. Это я вам какую-то часть зачитываю. Одну, 253-ю из того, что мне прислали. В пустыне углекислого газа нет. Одни верблюды и бедуины. Нормально. Действительно, какая связь. Надо поставить растение в шкаф. Если оно будет светиться, в нем есть хлорофилл. Деваха написала сочинение. Я обычно ставлю вопрос бедром. Молодец. Призналась. Это работы письменные по разным предметам. У Адама было два сына. Авель и Какаин. Действительно, жалко поколение. Вавилонский царь. Вавилонский царь. Сейчас произнести надо. Худоносор. То ли он худой был, то ли плохиш был такой. Вообще можно было худо, ухо, горло, нос написать. На купированной немцами территории. В Белоруссии девствовали партизаны. В Петербурге есть замечательный музей. Называется я бы скунскамера. То есть ванища конкретная там. Еврейская народная песня Хава Могила. Какой-то антисемит зааплодировал даже. И с Украины много писем присылают учителя. Там еще ученики такие, которые родились и воспитались в националистическом духе. Вот такой пишет молодой националист. Украина-родина сала. И добавляет. Свиньи едят много, поверьте моему опыту. Фраза такая, что даже неприятно читать. Естество знания. У червя неприятно пахнет изо рта. Это я не могу. Гадость какая-то. Как он это почувствовал? Или рассказал кто? В стоматологическую клинику прислали на стажировку студентов проктологов. Видимо практиканты, я так понимаю, спутаны. А вообще я представил проктолога в кабинете у стоматолога. Это изюминка. Согласно рассказам очевидцев, это очень важно, согласно рассказам очевидцев, воробьи видят мир в розовом свете. Ты где этих очевидцев нашел? Они у тебя под ЛСД были в это время. Во время средних веков все люди были среднего роста, а большинство монашек были женщины. Вот так вот. А меньшинство я не знаю. Может гермафродиты, может геи. Я не знаю, что. Когда Цезаря убивали, он воскликнул, и я брут. То есть ему шампанского брюд захотелось в этот момент. Он говорит, дайте перед смертью выпить. Мария, читаю медленно. Мария и Иосиф. Чтобы родить. Вот это мне нравится, особенно Иосиф, чтобы родить. Переходили от отеля к отелю. Это не все. Но им везде отказывали, потому что они были евреями. Это точно юный антисемит это написал. Гитлер был умен, но жажда его сгубила. Петр Первый был великим, потому что побрил мужиков и привез елки на Русь. Да, это можно великим назвать, конечно. Третья буква Ю. Секретарь ЦК. Первый секретарь ЦК. Третья буква Ю. Хрю! Щов! Это из разных городов, из разных школ. То есть это поголовное явление такое. Смерть Майкла Джексона не стала помехой в его карьере. То есть значений слов не знают, падежи не вяжут. Впервые я познакомилась с Обломовым. Лежа на диване. Наташа Ростов поцеловала Андрея Балконского в лоб сзади. Балконский вообще до Чернобыля родился. Условием вступления в брак является беременность хотя бы одного из супругов. Вы понимаете, им жизнь жить. А они отличники. Мы знаем много примеров патриотизма среди героев нашей страны. Вспомним хотя бы Анну Каренину. Как она героически бросилась под поезд и всех там подорвала. Шахидку нашел. Но самые страшные цитаты из таких письменных работ по ботанике, по анатомии, по естествознанию. Только некоторые зачитай, потому что все читать просто, ну, я даже не знаю, у меня язык не повернется. Такие, которые более-менее. Из-за радиоактивности мухи стали неповоротливыми, в скобках, как кастрированные коты. Это не все, подождите. И паукам стало легче их догнать. Ну, как этот пацан жить будет после этого? Слон оставил после себя экскременты. И простите меня. Слон оставил после себя экскременты, а жук-навозник скатал из них шарик. Ну, и рекорд рекордов. Пятиклассник пишет. Еще в детстве. Сейчас уже взрослак такой. Но что в детстве у него было? Я бы из этого детства и не выжил. Никогда. Еще в детстве в зоопарке, на ночь только не представляйте, я вас прошу. Еще в детстве в зоопарке я видел настоящую понь. Ужас, да? Понь такая. На меня надвигается настоящая понь. На меня надвигается. Ужас. Продолжение следует...